Ну вот я начну с того, что вот с этой публикации Washington Post, которая говорит о том, что там описывали дар, что, дескать, русские, так сказать, ускорили свое движение и прочее, прочее, все это читать, честно говоря, не очень приятно, потому что как-то хочется напомнить им одну очень простую вещь, что вот когда они пишут это все, да, сравнивая, например, передвижение российских войск с начала 22-го года, было бы, конечно, уместно им вспомнить обо всех недопоставках оружия, обо всех задержках, ну и прочее, прочее, ну это всегда коррелируется, да, с какими-то такими вещами, поэтому и можно вспомнить даже о том, кто был гарантом Мадапештского меморандума на всякий случай, кто у нас забирал ядерное оружие и прочее, прочее, все такое прочее. И я считаю, что тональность Зеленского во время визита в США, она совершенно оправдана, она правильна, когда он не просто говорит, что нам надо, а когда он требует, потому что, ну, Украина, во-первых, ну является просто сегодня хедлайнером уничтожения фашизма, потому что никто, кроме нас, не воюет, но самое главное, ведь, ребята, вы же нам давали гарантии, когда говорили, отдайте ядерное оружие, которое не стоило бы, наверное, отдавать. Ну, первое, я всегда начинаю с благодарности. Я хочу еще раз сказать спасибо цивилизованным западным демократиям, которые пришли нам на помощь. Я отдаю себе отчет, и я настаиваю на моей формулировке, что если бы не решающая помощь Запада, а именно Соединенных Штатов Америки во главе с Байденом, Великобритании во главе с Джонсоном и целого ряда еще западных стран, если бы не эта помощь, нас как страны, как государства уже не было бы. А многих из нас не было и в живых. Поэтому спасибо Западу за помощь. Это первое. Второе. К сожалению, Запад был непоследователен все это время, все эти два с половиной года. Но он был непоследователен и в 2008 году, когда Россия напала на Грузию. Он был непоследователен и в 2014 году, когда Россия напала на Украину. Он мямлил, телился, озабочивался, озадачивался. В результате русские хамы, борзые по жизни, агрессивные хамы, они оборзели еще больше. Потому что когда хаму даешь по лицу, он сразу превращается в нормального человека, во всяком случае внешне. А когда перед хамом показываешь свою испуганность или нерешительность, или делаешь вид, что ничего не происходит, он становится более агрессивным, более наглым. И в результате это потворство хаму, оно влечет намного больше и рисков, и неприятностей, и проблем в будущем. Я думаю, что Запад извлек уроки из своей нерешительности, несмелости, робости. И, конечно, говоря об Углидаре, о потере Углидара, да, это потеря нашей территории. Попробую ее вернуть. Сколько сил для этого необходимо. Но сегодня речь уже не идет о частностях. Речь идет о главном. О главном о том, что произойдет с Россией и с русскими, вследствие чего они все вернут. Поэтому Углидар минус, Углидар плюс сегодня, это не имеет какого-то решающего значения. Решающее значение имеют совершенно другие вещи, опираясь, облокачиваясь на которые, мы достигнем победы, а Россия вернет все, что она награбила, все, что она украла, все, что она изъяла, все, что она оккупировала, вернет все. Причем с лихвой. И, уверяю вас, нас отделяет от этих дней небольшое количество времени. Ну вот, по поводу небольшого количества времени, по поводу того, на что мы будем опираться, мы ждем следующего раунда. 12 октября ожидается, что президент Зеленский лично примет участие в «Рамштайне». И он сказал, что это будет особо «Рамштайн», что это будет такой судьбоносный. О чем может идти речь, Дима? О том, что там все-таки нам разрешат дальнобой. Или еще какие-то вещи. И почему, откуда у вас, я же понимаю, что вы не с неба взяли эту уверенность, что очень скоро все закончится, все вернут и так далее. Хотелось бы, кстати говоря, чтобы сразу сдохли после этого. Быстро вернули и сдохли, понимаете? Хотелось бы, чтобы перед этим. Да. Если перед этим, то как вернут? То есть сначала вернут, а потом скользят. Да. Но вот если всерьез, да, смотрите, а что может происходить? Что может заставить эти события очень быстро перевернуть, так сказать, карту на столе? Вы же на что-то опираетесь, когда говорите об этом? Конечно. Начну с частностей, которые на самом деле имеют большое значение. Например, я скажу о том, что начиная с 1 октября у русских большие проблемы с оружием и боеприпасами. И эти проблемы будут нарастать, как снежный ком. Я владею цифрами и данными прямо с фронта. И я вам скажу, в глобальном масштабе. После того, как наши вынесли их склады, очень мощные, в Торопце, еще один в Тверской области и в Тихорецке, в Краснодарском крае, на этих складах хранилась херова туча боеприпасов, в том числе и севернокорейских, свежайших. Вынесли все, что можно. Там 2,5-месячный запас боеприпасов для атакующих русских войск был. То есть сегодня, мы это должны понимать, и мы это понимаем, у русских большущие проблемы на фронте с оружием и боеприпасами. Они сильно экономят уже, они напоминают нас образца полгода-год назад, стрелять нечем. И это большая проблема для них. И эта проблема, повторяю, будет усугубляться. Кроме того, не надо быть особо одаренным и умным, чтобы понимать, что в ближайшее время наши высадят на воздух, в воздух просто, еще целый ряд складов русских. Потому что эти дебилы хранят все то ли под открытым небом, то ли не сильно заморачиваются хранениями. Ничего они не смогут сделать после моих слов уже по из душов. Поэтому по складам, конечно, тут не надо быть особо продвинутыми умным. Я еще раз повторяю, чтобы это понимать. Что удары наши будут нацелены в первую очередь, конечно же, на склады с вооружениями. Потому что нет вооружений, нет войны. Раз. Второе. Второе. Я советую всем обратить внимание на Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия сейчас будет заниматься в союзе с Соединенными Штатами тем, чем занимались Соединенные Штаты в 80-е годы. А именно в начале 80-х, после вторжения советских войск в 79-м декабре 79-го в Афганистан. Опускать ценами. Да, говорю об этом не просто так, а как человек, которому рассказывали об этом, две ключевые фигуры тогдашнего Советского Союза, генеральный секретарь СК КПСС Горбачев и министр иностранных дел СССР, Шеварднадзе. Они пришли к власти в 85-м году. И они оба рассказывали мне о том, как приглашали физиков сначала, а потом физики просили их снова принять. Вопрос на повестке был один. Вот Рейган говорит, звездные войны, СОИ, стратегическая оборонная инициатива. Это блеф или нет? Что они хотят? Сначала ученые крутили и рассказывали, что да нет, это все блеф. А потом попросили их снова принять и сказали, это не блеф. Это взвинченная гонка вооружений. И нам, чтобы их догнать, необходимо 20 лет и зубы положить на полку. А цены на нефть уже к тому времени дошли до неприличного показателя, то ли 7, то ли 8, то ли 10 долларов за баррель. И наши руководители быстро объявили перестройку, гласность и демократию, что привело в конце концов к развалу этой прогнившей структуры под названием СССР. К чему я говорю? Комплексные усилия цивилизованного мира по ослаблению и принуждению России к миру, они не могут пройти бесследно. Что такое комплексные усилия? Падение цен на нефть. И Саудовская Аравия сейчас продемонстрирует, сколько она будет добывать баррелей, как будет происходить ценообразование. Санкции. И санкции против тех, кто будет их обходить. Оружие и военная составляющая очень важна. А военная составляющая сегодня тоже любопытна. Украина производит тоже огромное количество оружия. Слава Богу, за эти два с лишним года мы сподобились очень серьезно перестроиться, потому что мы не производили практически ничего, патронов не производили даже. Сегодня это другая технологическая страна Украины. Сегодня у нас огромное производство. Сегодня мы производим практически все. Да, с помощью западных коллег, но производим. И это очень важно. И сегодня у нас нет дефицита многих вооружений. Я не хочу открывать тайны, раскрывать что-то, но я вам скажу, пользуясь тем, что я знаю с фронта и оттуда, где принимают судьбоносные для страны решения, вопроса дефицита у нас сегодня нет. И американцы наращивают производство оружия, европейцы наращивают. И давайте представим себе, ну хорошо, с одной стороны Россия, Северная Корея и Иран, с другой стороны цивилизованы Запады и Украина. Ну не надо быть опять-таки особо умным, чтобы понимать, кто выиграет это соревнование. Сегодня мы видим огромный дефицит у России рабочей силы, которая способна работать на производстве вооружений. Они плачут, стонут, они бы хотели в три смены херачить везде, чтобы смертоносные делать изделия, игрушки, вооружения. Людей не хватает. Банально не хватает людей, потому что бомжа же не возьмешь это делать, все равно голова нужна. Людей нет. Я говорил сейчас об очень важных, но частностях. А теперь я буду говорить о главном. Главное заключается в том, что 5 ноября 2024 года судьбоносная дата в истории Украины. 5 ноября президентские выборы пройдут в Соединенных Штатах Америки, в результате которых появится человек, который возьмет на себя ответственность, за будущее, окончание войны. Почему я сейчас скажу? Почему я говорю окончание? Потому что война всем надоела. Не только, между прочим, Украине и Западу, но и России тоже. Россия понимает, что она в долгу не выиграет. Это невозможно. Они надеялись, что сейчас Запад устанет. Запад ни хера не устает. Сейчас украинцы устанут, украинцы не устают. Мы сейчас их энергетическую инфраструктуру выбьем и они сдадутся. Да ничего не происходит. Сейчас мы будем делать провокации, они не будут идти на фронт. Да ничего не происходит. Да, есть сложности, но нет глобальных проблем, которые могли бы привести к тому, что мы поднимем руки и скажем, мы готовы капитулировать. Но не будет этого никогда. И умные люди в России, они там еще есть, они это хорошо понимают. Это больная какая-то фантазия в голове Путина. Он вообще идиотом стал на старости лет. Я допускаю, что он был умным. Просто идиот, шизофреник долбанный, который себе там втемяшил в своей голове вот этот русский мир, величие, которое в деревянных туалетах, на самом деле, в очках там у них это величие. И восстановление Советского Союза. Вот у него это больная фантазия. В очках это очень трескованно, Дима. Особенно в связи с туалетом. Больная фантазия не дает ему покоя, но вокруг него все равно люди, которые хотят нормально жить и которые понимают, что эта изоляционистская политика, она обречена на провал. Вообще я вам скажу одну вещь важную. Путин проиграл 24 февраля 2022 года. Вот в тот момент, когда российские танки и бронемашины и всякая хрень эта русская пересекли нашу границу, это был час и день его поражения. Я не знаю, или он это понимает. Я не знаю, или он осознает это. Что он ошибся. Он банально сильно ошибся. Я думаю, что оно просто поздно, так сказать, фраеру сдавать назад. Не знаю, мне трудно влезть в эту черепную коробку этого мыршавого негодяя. Но тем не менее, весь мир это понимает, его окружение это понимает. Продолжение следует...